Спорт на свежем воздухе. Сургутян приглашают присоединиться ко всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Мероприятие пройдет в эти выходные. Желающие познакомятся с таким видом спорта, как скандинавская ходьба. Инструкторы помогут новичкам освоить правильную технику движения с палками. Сколько жителей Сургута уже занимаются этим видом спорта и почему он набирает популярность, узнала Мария Ливанян. Организованная группа по скандинавской ходьбе в Сургуте появилась всего несколько лет назад. Сейчас этим видом спорта занимаются более 50 человек. Как правило, это жители от 40 лет. Популярность такой вид активности набирает благодаря своей простоте. Для занятия необходимы только палки и желания. На данный момент уже можно сказать с полной ответственностью, что этот вид пользуется популярностью. Стали очень много ходить в Кедровом лагу, там, где у нас тоже группы занимаются. Там очень много народу ходит. Здесь, на Сайме, по городу я даже вижу. Я даже вижу, что человек просто вышел в магазин и пошел с палочками до магазина и с магазина обратно домой. Центр «Надежда» проводит занятия бесплатно. Новичкам предоставляют палки для тренировок. У скандинавской ходьбы, как у любого вида спорта, есть свои правила. Чтобы для организма была польза, необходимо соблюдать технику. В парке часто видно, что когда человек идет с палками, он делает движение от локтя, он сгибает локти. А когда сгибаешь локти, не работает вот эта верхняя часть тела, работают только локти. Идет большая ударная нагрузка на кисти и на локти. Это не очень полезно для суставов. Поэтому движение должно быть маятниковое от плеча вперед и назад. Скандинавская ходьба задействует все группы мышц. По словам занимающихся, не влюбиться в этот вид спорта после первого занятия практически невозможно. Я пришла сюда где-то год назад. Во-первых, тут такие душевные люди, с которыми очень хочется общаться. А тренер какой у нас замечательный. Вот я позавчера с внуком пришла, и моему внуку тоже очень понравилось. Я сама в восторге. Очень понравилось с первого раза, с первого дня очень понравилось. Ну, во-первых, для меня это времяпровождение. Во-вторых, это общение. Это оздоровление. Ну, вообще, это досуг, это интересно. Желающих познакомиться со скандинавской ходьбой приглашают поучаствовать в акции «10 тысяч шагов для жизни». Она пройдет в предстоящее воскресенье в парке за Саймой. Чтобы присоединиться, необходимо будет зарегистрироваться на месте встречи. По словам организаторов, принять участие могут все, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Мария Ливанян, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. Помимо скандинавской ходьбы, в Сургуте для жителей старше 60 лет доступно еще множество спортивных программ. От шахматы и настольного тенниса до аэробики и гимнастики. Занятия проводят на льготной основе или бесплатно. Особой популярностью пользуется здравительное плавание на базе Ледового дворца спорта. Сейчас в бассейн там ходят более 120 человек. В планах расширить количество групп. Сургутские спортсмены 60+, уже не раз демонстрировали успехи на окружных и городских соревнованиях. Проводится спартакиада пенсионеров Хантамансийского округа. Также город Сургут активное участие принимает, выставляя лучших спортсменов-ветеранов. Также проводится фестиваль пожилых людей.